Итак, начнем в нашем сегодняшнем 25 занятии. Первое, мы с вами продолжим разговор о том, на чем остановились на занятии предыдущем. Мы с вами в прошлый раз начали разбор нашего стандартного материала. Вот он у меня сейчас создан, открыт в компактной версии редактора материала. Вот я вижу его параметры, верхнюю часть, первый, второй свиток, настройки базовой, настройки выбранного шейдера, алгоритма, который используется для создания свойств поверхности. Мы с вами разобрали и остановились на свитке Extended Parameters. На этих расширенных параметрах, свитке этих расширенных параметров, нам всего лишь два параметра понадобится. Разобрать, сказать, потому что их другим способом нигде больше не найдешь, управлять ими по-другому нельзя, поэтому нужно о них сказать. Итак, значит, здесь на расширенных параметрах первый момент, который нам будет нужен, это вот такой параметр с названием Fall Off. Fall Off переводится как Spad. Спад, да, когда что-то спадает. Спад. Так вот, этот эффект с спадом может использоваться тоже для имитации части определенных объектов, свойств этих объектов. Ну, например, самый такой яркий пример, где используется этот спад, это, например, при использовании эффекта рентгеновских лучей. То есть, когда делается, допустим, рентгеном фотография, вот, кто, соответственно, когда-то видел, наверняка видели, дай бог, чтобы не свои, вот, значит, можно очень часто было видеть, что, допустим, когда рентгеном просвечивают кость, то такой эффект, что кость к краям на этой фотографии, она темная, а внутри она белая. То есть, фактически, как бы только контур ее, скажем так, подчеркивается, вот, внутренняя пустая трубчатая структура не отображается. Так вот, данный эффект может быть воссоздан с помощью параметров Fall Off. Есть еще набор материалов, хотя они более такие специфические. Вот параметром Fall Off это дело может контролироваться. Значит, первое, что для того, чтобы вообще этот спад настроить, включить, чтобы он начал работать, нам нужно воспользоваться значением, вот таким вот чечечком с названием Amount, тут сокращение AMT. Сокращение AMOUNT, величина, то есть величина этого спада. Когда она стоит в нулевом значении, у нас никакого спада нет, материал ведет себя так, как и обычно. Но стоит нам только начать наращивать это значение, поднимать, мы с вами можем увидеть один небольшой эффект. Это дело будет отображаться как в окне проекции. Вот объект, видите, ну, спад, он не может передаться полноценно окном проекции, поэтому объект полностью становится прозрачным. Поэтому, если используется спад, вариант, скажем так, увидеть объект, это больше используя сетку, потому что иначе в таком обычном режиме он становится прозрачным, перестает быть видимым. Вот, значит, давайте немножко его поднимем, и вот на что можем с вами обратить внимание. Вот даже сейчас, присмотревшись на слот материала, можно щелкнуть по нему, чтобы он чуть более крупным открылся. У меня, кстати, сейчас отображается фон материала, мы об этом еще не говорили. Каждый слот, причем вне зависимости от версии, в компактной или в расширенной, вот, можно показывать фон в качестве, в качестве заднего изображения, для того, чтобы не просто был серый цвет, а фон, на базе которого лучше будет видно. Вот, включается фон в компактной версии, используя вот эту вот кнопочку на панели инструмента, располагающейся у нас вертикально, с правой стороны, вот есть кнопочка фона. То есть, вот без нее, как обычно выглядит наш материал, вот с ней. То есть, с ее помощью иногда чуть-чуть лучше читается ваш материал. Вот, и, значит, когда мы с вами начинаем увеличивать этот параметр ромаунт, видно, что у нас происходит вот такой эффект. Смотрите, до этого материал у нас имел синий цвет, потому что это было задано его свойством цвета диффузионного. Вот, и он, в принципе, такой у нас вот по краям и отображается. А вот центральная его часть отображается другим цветом, в данном случае красным. Ну, это потому что я уже здесь его менял, по умолчанию он обычно стоит серый, если я не ошибаюсь. Да, то есть, вот так он будет выглядеть. Вот, серый цвет, он как раз дает эффект прозрачности, и вот как раз в этом суть спада. То есть, если мы с вами смотрим на наш объект, линия нашего взгляда, параллельно поверхности наших полигонов, скажем так, направлено так же, как нормаль, мы, соответственно, будем видеть с вами прозрачность объекта. А чем наша линия вскользь проходит поверхность, тем, соответственно, больше видна его структура. То есть, вот именно этот эффект и называется эффектом вот этих вот рентгеновских лучей, если сделать визуализацию, вот, то можно получить вот такой вот результат. Сейчас я, может, чуть-чуть его уменьшу, чтобы... Сейчас, одну секундочку, чтобы немножко лучше было видно. Давайте сейчас поменяем его, может, так будет немножко лучше заметный цвет его. Сейчас, секундочку. Так, цвет его поменяем. Сейчас подберем такие значения, чтобы это дело лучше было у нас видно. Ну, даже сейчас, смотрите, то есть, те части полигонов, которые у нас ближе к нашему взгляду, параллельно их нормально расположены в нашей камере, объекту, сквозь которого мы смотрим, мы видим объект тем цветом, который задан в качестве цвета, либо способа спада. Мы сейчас будем об этом говорить. Есть разные возможности, как он отображается. А те части поверхности, где взгляд проходит вскользь, в частности, вот здесь вот верхушка крышки, вот эта верхняя часть крышки, горлышко, вот здесь мы видим оригинальный цвет объекта. То есть, в этом суть спада. Вот, в частности, свойства рентгеновских лучей тоже на таком эффекте построено. Значит, есть два типа этого спада. Он может быть in, внутренний спад, то есть, тогда, когда мы как раз действительно внутреннюю часть видим прозрачный, либо заданным цветом, а наружную тем цветом, который является цветом объекта. Или, может быть, в режиме out. Тогда мы получаем обратный эффект, то есть, тогда та часть, которая видна хорошо, подсвечивается полноценно, а то, что находится по краям объекта, где линия просмотра камеры проходит вскользь этот объект, наоборот, мы видим либо цвет, либо эффект прозрачности может присутствовать. Вот таким вот образом. Таких материалов немного, но если вдруг когда-то вы с этим столкнетесь, вот, что нужен такой эффект, что с одной стороны он по одному отображается, вот, края его чуть другие, то вот, используя параметр follow, спад, это дело можно задать. Чем сильнее значение mount, тем сильнее это свойство себя проявляет, тем сильнее видно. Видите, все больше, больше и так далее. Значит, и помимо этого есть еще три параметра, которые управляют этим самым типом этого спада. Значит, здесь есть три значения. Первый фильтр. При режиме фильтр мы можем использовать цветовой образец в качестве того цвета, который будет у нас использоваться для подсветки. Например, сейчас стоит розовый, нужно поставить, например, какой-то другой, там зеленый, например, я могу поставить зеленый, он будет участвовать в работе. Ну, вот, если поставить белый, соответственно, мы получим такой вот эффект, как бы полупрозрачности объекта, края. Таким вот образом. И два способа, которые просто используют какую-то математическую формулу. Сабтрактив, это режим вычитания, когда используется алгоритм просчитывания, как эти пиксели будут себя вести, используя там какую-то формулу, в него заложенную. И идите в режим добавления. Ну, в идите ве очень часто, насколько вот я с ним не пересекался, с этим режимом, тут буквально даже самые маленькие значения уже его делают резко прозрачным, поэтому с практической точки зрения не особо. Можно привести пример использования этого дела. Вот таким вот образом. Поэтому вот что представляет из себя этот спад. Вот таким образом он может настраиваться. Если вдруг вы когда-то встретите материал, у которого поверхность ведет себя вот таким образом, что когда мы на нее смотрим сверху, например, четко, она отображается нормально. Если смотреть с кольца, она кажется, допустим, там полупрозрачной, то используя параметр falloff, эти вещи можно настроить. Самое главное подобрать, какой это будет спад наружу или вовнутрь. И дальше, используя величину или алгоритмы, подобрать нужный результат. Вот таким вот образом. Ну и, в принципе, последний, второй параметр, который нам здесь будет нужен на этом свитке, Extended Parameters, это вот эта группа настроечек с названием Wire, каркас. На прошлом занятии мы с вами говорили о том, что наши объекты могут иметь свойство отображения каркаса, если мы с вами вот на самом первом свитке ставим режим Wire, каркас. Тогда у нас при визуализации наш объект отображается в виде каркаса. Можно включить ему еще свойство двухстороннего, тогда он будет видеть свой отвернутый полигон, тогда каркас полноценно отобразится. Так вот, как раз теперь, используя параметр Wire, мы можем управлять размером этих линий, которые выстраивают этот объект. То есть параметр Size как раз и задает размер этих линий. Если, например, поставить ее больше, соответственно, линия станет толще. Больше еще, еще будет больше. Если задавать ее меньше, можно получать маленькие, тоненькие, аккуратные контуры. Вот таким вот образом. И чуть ниже два переключателя, которые определяют, в чем эти единицы задаются. По умолчанию они просчитываются в пикселях. Как вариант, они могут быть привязаны к единицам измерения, если вы переключитесь на режим Units, единицы измерения. То есть в зависимости от того, что выбрано, например, сейчас, допустим, выбраны у меня метры, соответственно, у меня сейчас 0,2 метра ширина этих линий. Но в зависимости от размера, от масштаба, эти вещи могут так себя или иначе вести. Вот таким вот образом. Поэтому это вот два параметра, которые нам понадобятся на этих закладках. На этой закладочке, на этом свитке, вернее, расширенные настройки. Параметр Fall Off, спада, который может имитировать интересные свойства, эффект прозрачности поверхности к краям, либо к центру. И параметр Wire, который управляет шириной каркаса, если вдруг нам с ним понадобится работать. Значит, на стандартном материале это пока все. Давайте мы сделаем небольшую остановку, хотя сегодня мы к нему еще вернемся, когда будем говорить с вами о картах. Сейчас же я хотел бы, чтобы мы немножечко с вами прошлись по другим типам материалов, которые есть в программе 3D Studio Max и посмотрели, как они работают, для чего они работают, какие у них есть параметры, и как с помощью этих параметров мы можем с вами, какие эффекты с помощью этих параметров можем получать. Значит, мы сейчас это сделаем ознакомительно, потому что чуть попозже, когда мы с вами полноценно разберем карты, это мы сделаем на протяжении двух занятий, мы еще раз вернемся к тем материалам, о которых говорили, и посмотрим, как с помощью карт они значительно интереснее могут себя вести. Ну а пока давайте сделаем небольшую такую демонстрацию. Значит, для того, чтобы посмотреть эти материалы, я воспользуюсь расширенной версией, потому что они в основном по большей части имеют набор настроек, набор входных значений, с помощью которых можно так или иначе перестраивать их свойства, и лучше это будет видно на вот такой вот расширенной версии. Итак, значит, напомню вам, что в расширенной версии у нас с левой стороны уже встроен просмотрщик карты материалов, где пока мы с вами познакомились только с первой верхней частью списком доступных материалов. Если мы работаем с вами в компактной версии, то, соответственно, вызвать мы его можем следующими способами. Либо, используя свободный слот и вот эту кнопочку на самом верху находящуюся, при щелчке по ней открывается наш просмотрщик карт, или можем вызвать его в виде отдельного окна. В меню рендеринг вот есть Material Map Browser, просмотрщик карты материала. Мы можем его открыть, увидеть карту, и нужную нам карту просто методом перетаскивания левой клавиши мышки, не отпуская, сделать копию нужной нам полей, дальше начать работать. В принципе, разницы нет, и одна, и вторая версия дает нам доступ к тому, чему нужно. Но материалов здесь значительно больше, поэтому давайте сегодня о части этих материалов скажем. Итак, первый материал, с которым мы с вами познакомимся, это будет материал с вот таким вот названием Blend. Материал Blend. Данный материал может смешивать между собой два любых других материала. Материал Blend позволяет смешивать между собой два других материала. Я, чтобы посмотреть, как он работает, беру его с поля списка материалов, перетягиваю в мою рабочую область и отпускаю. Соответственно, у меня открывается нода этого материала, вот он у меня представлен, и к нему уже по умолчанию, видите, подключено два стандартных материала, первый и второй. То есть, то, что дают эти материалы, использует наш материал. Если мы в него зайдем, этот Blend материал два раза щелкнем по его заголовку, с правой стороны у нас откроется его параметр. То есть, смотрите, у него есть две настройки, материал 1 и материал 2. Обе эти настройки используются как значения входящие, то есть к ним можно подключать какие-то другие материалы. И вот тут уже в качестве этих двух материалов подключены два стандартных материала, материал номер 26 и номер 27. Данный материал позволяет нам смешивать между собой два этих материала. Чтобы это посмотреть, давайте мы с вами, во-первых, этот наш материал Blend присвоим нашему объекту, объект выделен, нода материала выделена, значит, можно воспользоваться кнопочкой присваивания, и материал у нас связан. Теперь давайте немножко изменим наши материалы стандартные, которые смешиваются, потому что серый с серым смешивать смысла нет, ничего не увидим. Зайдем в настройки одного материала, два раза щелкнем, они откроются, поменяем, например, здесь его цвет на красный, например, и зайдем во второй материал, два раза щелкнув по заголовку, поменяем его цвет, например, на зеленый. Есть. Вот наши два материала. Пока мы многого еще не знаем в материалах, поэтому экспериментировать будем в основном только лишь цвет. Но в дальнейшем, когда мы с вами разберем чуть больше возможностей, в частности поговорим о картах, то же самое будет работать и с картами. Значит, вот наши материалы. Один красный, другой зеленый подаются в наш материал. Давайте вернемся к нашему материалу Blend. Как видно сейчас по миниатюре, пока он выглядит красным, то есть фактически он просто передает значение первого материала. Это происходит по той причине, что в настройках этого материала есть один важный параметр, который определяет, как смешиваются материалы. Он называется Mix Amount, то есть величина смешивания. Вот этот параметр. И он сейчас у нас стоит в значении 0. Когда он стоит в значении 0, это значит, что смешивания не происходит, и мы видим с вами первый материал, то есть тот материал, который подключен в параметр материал 1. Это значение Mix Amount может меняться в значении от 0 до 100. Значение 100, как противоположное значение 0, крайнее, оно будет передавать полностью второй материал вместо первого. Будь здоровы. А если, соответственно, мы с вами впишем какое-то частичное значение, например, допустим, 50, то он нам смешает один и второй материал между собой, в данном случае красный с зеленым, и на выходе мы получим вот такой материал, в нашем случае, какого-то горчичного цвета такого. Окно проекции не всегда может передавать те изменения, которые происходят, поэтому очень часто для того, чтобы видеть результат работы наших материалов нам нужно делать визуализацию. Для этих целей у нас с вами вот здесь на панели инструментов, на самом верху, есть самая последняя кнопочка, Render Production, в виде чайничка такого, который запускает нам процесс визуализации. В скором времени мы поговорим более детально и подробно о процессе визуализации, но пока будем пользоваться ей. Поэтому вот, что мы с вами получаем на выходе. На самом деле у него чуть больше возможностей, а в скором времени, когда мы разберем более подробно карты, мы поговорим еще о одном параметре этого материала, он называется маска. Он здесь тоже представлен, но пока не используется, видите, пустая кнопка, и здесь никак эти значения не используются. Так вот, простое смешивание это хорошо, но значительно интереснее он себя ведет, когда используется маска. Поэтому мы к этому еще вернемся. Ну, самый простой момент, это просто-напросто можно смешивать цвета. Цвета материалов двух и получает новый материал. Хотя с картами мы получим совершенно иной результат. Мы к нему вернемся. Поэтому вот, что из себя представляет материал под названием Blend. Материал, который может смешивать наши материалы. Давайте посмотрим следующий материал. Единственное, чтобы этот не удалять, я создам новый рабочий вид. Вот здесь вот по закладочке View 1, правой кнопочкой, и здесь делаю Create New View. Это у меня создаст новое рабочее поле, то есть у меня есть первое, второе, тем самым мне нет необходимости каждый раз его тут двигать, перетаскивать. У меня здесь будет один материал, здесь, например, второй материал, о котором мы с вами поговорим. Этим материалом будет вот такой материал с названием Double-Sided, двухсторонний материал. Double-Sided, двухсторонний материал. Значит, данный материал Double-Sided может применяться к полигону, ну, понятно, к форме геометрической, которая состоит из полигонов, и он позволяет нам на видимую сторону полигона накладывать один материал, а на невидимую сторону полигона, отвернутую от нас, нормально, которая отвернута, накладывать другой материал. Double-Sided, двухсторонний, значит, позволяет нам на разные стороны полигона, видимую и невидимую, накладывать разные материалы. Давайте его тоже перетащим на рабочее поле. Вот, он по виду своей ноды похож на материал Blend, у него тоже есть два параметра, единственное, они носят чуть другие значения, есть параметр Facing и Back, вот они представлены в его настроечках, Facing Material и Back Material. Так вот, под значением Facing Material, тут задается тот материал, который будет присваиваться видимой стороне полигона, нормаль, который смотрит на нас, в сторону камеры. Facing, видимый материал. А Back Material, это, соответственно, второй материал, который присвоится на отвернутую от нас сторону полигона. И сейчас, чтобы это дело нам было лучше видно, отключу у моего чайника, у моей геометрии крышку, тогда мы четко видим, вот у него есть видимая и невидимая сторона, если мы сделаем процесс визуализации, вот как он выглядит, помните, по умолчанию у нас та сторона, которая от нас отвернута, не показывается. Давайте присвоим новый материал, наша геометрия, это двухсторонний. Вот, и теперь посмотрим. Значит, вот, давайте зададим первый материал, который подключен, стандартный материал, который подключен к параметру Facing, зайдем в него, и зададим ему, например, там, допустим, синий цвет. И, соответственно, второй материал, который подключен к значению Back, зайдем в его параметры, и поменяем здесь его на другой цвет. Если мы теперь с вами сделаем визуализацию, вот какой эффект у нас получается. То есть, те полигоны, которые видны, отображаются синим, потому что он подключен к параметру Facing. Те, которые не видны, вот такой вот тускло-желтый, горчичный, отображается на той стороне. Опять-таки, это просто на базе цветов, поэтому ничего здесь такого сложного, но на базе материала уже можно значительно интереснее получать результаты. То есть, например, вы можете, используя этот материал, без толщины у геометрии, получать эффекты, где, например, на одной части одна, один материал, одна структура, например, допустим, металл, то есть наружная конструкция может быть металлическая, а внутри, допустим, она может быть чем-то покрыта, там, пластиком каким-нибудь, допустим. Вот, можно такие вот вещи комбинировать. Хотя даже сейчас, например, просто зайдя в стандартный материал, задав, например, ему свойства глянцевости, блика, мы с вами можем получать эффект, где у нас одна поверхность, допустим, похожа там на пластик, а внутренний, наоборот, матовая, допустим, потому что этот внутренний материал таким образом настроен. Вот, данный материал больше никаких особых таких настройщик не имеет, есть у него еще параметр транслюсенсия, это параметр, который позволяет частично смешивать материалы между собой, то есть сквозь один может быть виден другой материал. Вот, если начать его увеличивать, то есть в нуле этот эффект отключен, мы, соответственно, никакого смешивания не видим. Но если мы начнем это свойство увеличивать, то можем получить эффект, при котором, допустим, у нас сквозь один материал может частично быть виден другой. Эти материалы, кстати, это, вернее, свойство тоже зависит от того, есть ли в нашей сцене источники освещения, то есть сейчас их нету, посему эффект не очень хорошо виден. Я сейчас создам один из источников, расположу его внутри чайника, мы в скором времени будем говорить с вами о источниках освещения. Так, чуть-чуть его перестроим. Так, а вот теперь давайте его уменьшать. Третья, просто нету. А вот так, где-то когда-то где-то будет А вот так, retой, в этом не Так, нам нужно еще один источник, чтобы видеть то, что у нас происходит. Так, есть он, теперь давайте. Вот смотрите, чем сильнее я начинаю увеличивать это свойство транслюсенции, тем вот этот синий цвет материала начинает сквозь себя частично пропускать эти желтые оттенки. Вот здесь они появляются с этой стороны, то есть второй вот наш горчичный материал начинает пробиваться. Чем сильнее это значение, тем, соответственно, сильнее он видит. То есть это дело очень сильно привязано к источникам освещения, без источников это свойство можно не увидеть. Вот, поэтому мы с вами сейчас и создали некоторые источники, пока, правда, без объяснений, без пояснений, как это, что, но в скором времени вы все это будете знать, сможете сами делать. То есть вот в чем это свойство, то есть сквозь поверхность одного материала может пробиваться другой материал. В двухстороннем, используя этот параметр для транслюсенции, можно такой эффект получать. Давайте сейчас уберем источники освещения, они нам пока не понадобятся. Так, и в принципе на этом с нашим двухсторонним материалом можно сделать остановку. Вот, вот что представляет он из себя. Давайте пойдем дальше. Опять-таки давайте сделаем новую закладку, чтобы не удалять их без конца. Значит, еще один материал, который нам будет с вами интересен, это материал с вот таким вот названием Top Bottom. Дословно он переводится как Верх-Низ. Вот, значит, материал интересен тем, что он может к нашей поверхности применяться таким образом, что те части нашей геометрии, которые находятся наверху, будут иметь один материал, а те, которые находятся ниже, будут иметь другой материал. То есть он имеет возможность анализировать нашу геометрию на изменение высот и на пиках, на верхушках, использовать один материал, тот материал, который в его настройках, если у вас зайти в его настройки, подключен к параметру Top материал, то есть верхний материал, либо просто вот здесь вот Top. То есть этот материал будет показываться там, где у нас вершина нашей геометрии. Вот, а на частях, которые у нас находятся внизу, где идет разница высот, будет использоваться другой материал, тот, который подключен к параметру Bottom, вниз. То есть этот материал, как один из таких явных примеров, где это дело может использоваться, это, например, для нанесения текстур на горный массив какой-нибудь. То есть горы самый очень хороший пример перепадов высот, то есть есть и пики, а вот есть и впадины, и вот мы можем с вами это дело посмотреть. Я сейчас очень быстро использую те техники, о которых мы уже говорили с вами, создам такой массив. Я возьму за основу Plain, плоскость. Так, давайте ее центруем, возьмем. Сетку можно отключить. Дальше для нее обязательно нужно увеличить количество составных частей. Сделаем ее довольно-таки плотной, например, 60 пусть будет, чтобы было чему искажаться. И сгибаться. Вот, а теперь можем применить тот же самый, например, noise-модификатор, чтобы не создавать это вручную, хотя, допустим, если там нужно более реалистично их создать, может быть, я бы еще увеличил сетку и воспользовался в полигонах инструментом рисования Paint, помните, который у нас позволял выдавливать полигоны, точки, либо наоборот, вдавливать. Вот, но чтобы это было быстрее, мы воспользуемся нойсом. То есть я применил модификатор noise, шум и параметр по Z, то есть по высоте верхней, мне не нужно в стороны его искажать, мне главное вверх этот массив. Я начинаю увеличивать силу его. Масштаб у него стоит большой, scale, для того, чтобы у меня была возможность большие получать искажения. Может быть, даже еще... Еще больше его можно сделать. Например, как-то так. Можно включить фрактальный шум, главное только не очень большое значение задавать. Так, вот один, например. Вот одно искажение. И дальше я снова применяю этот же нойс. Единственное, для того, чтобы получить более мелкие искажения, я уменьшу у него масштаб. И теперь я начну увеличивать мое свойство по оси Z. То есть тем самым получу еще какие-то мелкие искажения. Ну и теперь, чтобы это дело немножечко сгладить, применю тот же самый, например, TurboSmooth модификатор, который эти явно ярко торчащие выделяющиеся пики немножко сгладит. Вот, картина станет немножечко получше. Вот, допустим, пример какого-нибудь фрагмента там горного хребта. Вот, и вот давайте посмотрим, как у нас работает наш материал, этот Top Bottom, верх-низ. Значит, геометрия выделена. Ну да, активно щелкаем по... Для того, чтобы присвоить наш объект. Так, одно есть, второе есть. Оп, есть, связь установлена. А теперь начинаем менять наши материалы. Тот материал, который у нас подключен к значению низ, Bottom, мы зайдем в его настроечки, сделаем его каким-нибудь там темно-коричневым, например. Тот материал, который у нас сверху подключен к значению Top, мы сделаем, например, белым. Пусть это будет какой-то эффект снега, например. Есть. Вот они подключены, перенастроены, и мы с вами можем вернуться в наш бот. Вот уже здесь на миниатюре видно, как он разделяет слойки верх-низ, но в окне проекции пока мы этого не видим. Но проекции не всегда это может показать, поэтому лучший показатель того, выходит на что-то или нет, это процесс визуализации. Пока все белое. Белое, это значит, что верхний материал сейчас все перебивает. Для того, чтобы подкорректировать уровень положения, то есть ту самую границу между одним и вторым материалом, мы можем с вами воспользоваться параметром Position, позиция. С помощью этого значения мы можем с вами менять уровни высот, линию смешивания материала поднимать выше или ниже. Значение сейчас 50, определяет эту линию четко на половине. Но не всегда это подходит той геометрии, к которой мы присваиваем этот материал. Поэтому очень часто после того, как мы сделали это, нам нужно вносить корректировки. То есть я сейчас свойство Position меняю, у меня, видите, мой индикатор вот здесь на материале начинает двигаться. И установив его там небольшое значение, нужно делать процесс визуализации, для того, чтобы посмотреть, как это дело у нас выглядит. Давайте немножко еще его нарастим. Видите, да, то есть чем больше я его делаю, чем, скажем так, границу больше, тем сильнее снегом эти массивы покрываются. То есть единственное, что здесь нет такого четкого правила за тем, как именно он определяет для себя уровни высот. Поэтому сколько, например, мне с ним не приходилось работать, лучше всего это вот конкретно сесть, покрутить значение и подобрать то, которое подходит вам. Потому что разобраться в том, как он это для себя делает, очень сложно. То есть сказать, что, например, там вот эта верхушка, ну тогда только это, по идее, должно быть в снегу, а низ там должен быть без снега. Тем не менее, снег у нас есть и в завалах, видите, например. Да, поэтому тут метод эксперимента самый лучший будет с практической точки зрения способ посмотреть на то, что у нас получается. Вот, параметр Position. Значит, если нужно, дополнительно можно переключаться между двумя режимами, как это свойство Position просчитывается. Локальное, это значит, что оно привязано к объекту, а World, значит, что оно привязано к мировой системе координат. Реально, с практической точки зрения, особой разницы нет. То есть разница только в том, что выбрав один или другой, вам, как правило, потом приходится немножко подстраивать параметр Position, потому что локальная система и мировая иногда могут отличаться. Поэтому, как бы, разницы нет, в какое это дело в системе получать, что одна, что вторая, при правильном подборе значения Position дадут похожие результаты. Еще один параметр, параметр Blend. Параметр, который может смешивать границы этих двух материалов. То есть не только делать их жесткими, четкими, как сейчас, а делать их более размытыми. Если вы начинаете увеличивать параметр Blend, то чем сильнее его увеличивается, тем сильнее размывается граница между этими материалами, и тем самым могут быть более мягкие переходы. Вот, например, сейчас она встает у меня в значении 12, это и в миниатюре видно, и будет видно при процессе визуализации. Видите, граница не такая четкая. То есть чем больше, тем сильнее это будет размытие. Вот таким вот образом. Есть также кнопочка с названием Swap, переключить, изменить порядок. Кнопка, которая позволяет местами поменять верхний и нижний материал. У многих, кстати, материалов, которые имеют функцию одного и второго материала, неважно, это может быть верх-низ, какие-то другие параметры, вы можете встретить кнопочку Swap. То есть щелчок по ней просто переподключает местами материалы. То есть, смотрите, вот здесь они у нас перекрутились. Тот, который был снизу, подключился наверх, а тот, который был сверху, подключился вниз. Еще раз нажмете, они снова поменяются. То есть вот при таком варианте мы получим как бы обратный эффект. Вот таким вот образом. Поэтому вот такой вот материал. Топ-ботом тоже материал интересный. И тоже с его помощью мы можем получать с вами разнообразные эффекты. Так, значит, в принципе, можно сказать еще о одном материале. Хотя сейчас мы, конечно, в полной мере не ощутим всех его преимуществ. Потому что он хорошо себя проявит и покажет чуть попозже, когда мы с вами разберемся с картами. Но, тем не менее, знакомительно скажем еще о нем, чтобы у вас уже было представление о возможностях материалов программы. Значит, материал, о котором я сейчас вам хочу рассказать, носит вот такое вот название Composite. Composite. Вот он. Я сейчас тоже сделаю копию этого материала в окно мое рабочее. Материал с названием Composite. Значит, материал Composite тоже имеет возможность смешивать материалы. Разница у него только в том, что он не ограничен двумя материалами. Он может вам позволять смешивать до 10 разных материалов внутри себя. Вот сейчас мы его перетянули на наше рабочее поле. Вот его с правой стороны открылись настройки. Смотрите, как устроена его внутренняя система. У него есть понятие базового материала, Base Material. Он выведен вообще в отдельную группу. И в данном случае в качестве базового материала к нему подключен стандартный материал. Помимо базового материала есть еще набор из 9 материалов. Материал 1, 2 и так далее до материал 9. То есть 9, включая этот, всего 10 материалов. То есть система здесь следующая. Здесь процедура смешивания происходит в слоевом режиме. То есть в самом низу находится базовый материал. А сверху на него могут накладываться материалы 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 9. Как слои, один на другой. Например, смотрите, если я сейчас наш базовый материал, куда подключен стандартный материал, зайду в его настройки, поменяю его, допустим, пока цвет, других пока мы свойств не знаем. Пока другие материалы у меня не используются, я вижу мой синий материал. Давайте его тоже, опять-таки, для примера присвоим этой нашей геометрии. Вот я вижу наш синий материал. Если мне нужно, я могу сюда подключить еще один материал, тот же самый стандартный. Например, сделать копию. Вот он у меня. И я в материал 1 подключаю его. То есть беру его выход стандартного и подтяну его, не отпуская к первому материалу. Вот он подключился. Сразу здесь видно, он появился. Кнопка занялась. Появилось имя материала. И давайте зайдем в него и изменим, например, ему цвет на тот же самый там красный, допустим. Смотрите, как только применился другой материал, мы можем видеть вот, что наш материал финальный стал красным. То есть красный материал, который находится сверху, он полностью перекрыл собой синий. Если я использую еще один материал, подключу его во второй, например, слот, зеленый, он перекроет материал один, красный. То есть выше всех в этой очереди будет находиться материал 9. Это я для того, чтобы вы поняли, как они перекрывают друг друга. То есть 9 самый высокий, дальше, дальше, дальше вниз. Поэтому это так они расположены. Теперь относительно того, как же происходит процедура их смешивания. Значит, смешиваться они могут разными способами. Во-первых, смотрите, возле каждого материала, который обозначается именем матом 1, 2 и так далее до 9, у нас есть вот тут с правой стороны набор управляющих инструментов, которые как раз и определяют, как происходит смешивание. Самым основным и часто используемым является вот это вот поле, которое определяет прозрачность материала. То есть насколько он прозрачный. 100% это значит, что он полностью не прозрачный. Он полностью перекрывает с собой все, что находится ниже него. В нашем случае наш базовый материал. Если эту прозрачность начать уменьшать, материал будет виден не полностью, частично. И сквозь него начнет все сильнее пробиваться тот материал, который лежит внизу. В нашем случае это наш базовый синий материал. Поставив значение 50, у нас произойдет смешивание. То есть мы увидим фактически половину красного, сверху на него накроется, вернее снизу будет пробиваться частично синий. Происходит вот такое вот смешивание. Это один из вариантов. Если его, например, убрать в ноле, то прозрачность, мы, соответственно, увидим тот материал, который лежит под ним. В нашем случае синий материал наш. Это вот первый способ, которым мы можем пользоваться. И второй способ подразумевает использование набора вот этих вот трех кнопочек, находящихся с правой стороны. Каждая из них тоже выполняет свою определенную функцию. То есть под каждой из этой кнопок находится свой механизм смешивания наших материалов. Буковка А, сокращение от такой фразы, как additive, то есть это положительное смешивание пикселей одного, материала, скажем так, смешиваются с пикселями другого. Второй режим с буковкой S. Сокращение такой фразы, subtractive, это вычитание. Буковка S, вычитание. То есть здесь по терминам вычитание подразумевается, что из пикселей одного материала вычитаются пиксели другого. То есть это в результате придет просто к разному смешиванию. Сейчас, конечно, это не особо будет хорошо видно, потому что у нас просто цвета. А в будущем, когда мы будем применять карты, текстуры, вот там у них разное может быть изображение, вот тогда эти режимы совсем по иному себя ведут. И последняя буковка M, multiple, режим умножения. То есть яркость цвета одних пикселей смешиваются с другими, умножаются на другие. То есть это тоже ведет к какому-то новому цвету. То есть каждый из них, в зависимости от того, какую вы выбираете буковку, может давать те или иные эффекты. Ну, на цветах это не очень хорошо видно, потому что цвета, это просто обычные цвета. Таким вот образом. Но в будущем на материалах, на картах, на текстурах они себя совсем по-иному проявят. То есть, например, вот данный материал, для каких можно целей использовать? В скором времени мы с вами будем расширять нашу базу по материалам. Например, мы можем с помощью этого материала получить эффект полированного дерева. Вернее, даже не полированного, а лакированного дерева. То есть сама деревянная поверхность, например, если она, допустим, только лишь обработана той же самой наждачкой, она является матовой самой по себе и показывает только лишь свою фактуру, то есть узоры той древесины, которая использовалась для нее. Сверху, когда она лакируется, появляется слой лака. Как правило, мы получаем эффект, что этот лак имеет свойство отражения, рефлекции. Если мы, например, что-то положим на такую поверхность, посмотреть сбоку, мы увидим отражение этого предмета в нашей лакированной конструкции, в нашем лакированном материале. Так вот, можно, используя эти два материала, получать такие эффекты. Например, в качестве базового материала мы загружаем обычный материал с текстурой деревянной поверхности, без всяких там свойств блика, прочих других вещей. А в качестве первого материала, материал 1, будем присваивать материал, у нас будет такой материал, один из материалов с названием Raytrace, который как раз может просчитывать отражение материалов. Вот мы накладываем сюда его. И дальше, частично их смешивая, мы получаем эффект, что сверху поверх дерева показывается свойство отражения. То есть можно имитировать, например, лакированную деревянную поверхность. Вот таким вот образом. Поэтому тоже очень интересный материал, и очень интересно с ним можно работать. Материал с названием Composite. Ну и, пожалуй, последний материал, о котором мы сегодня с вами скажем, и на этом общее знакомство с материалами можно будет пока приостановить. Вот, это материал с таким вот названием Multi-SubObject. Multi-SubObject. Это так называемый мультиматериал, либо там более, скажем так, правильно, более полно, многокомпонентный материал его еще называют. Ну, обычно говорят просто мультиматериал, и все понимают, о чем идет разговор. Многокомпонентный материал. То есть многокомпонентным он называется по той причине, что у него много компонентов. В чем суть этого материала? Данный материал внутри себя может хранить огромное количество других материалов. Данный материал может внутри себя хранить огромное количество других материалов. Огромное это действительно огромное. Там максимальное число материалов внутри этого материала 999. С фактически одним материалом вы можете затекстурировать все в вашей сцене. В чем его преимущество? То есть он позволяет нам применять к нашей геометрии всего лишь один материал, себя, то есть внутри себя он будет хранить другие материалы с разными настройками. Например, допустим, та же самая мебель возьмем, стулья, за которыми вы сидите, например, сейчас. У них сидушка и спинка обтянуты тканью. То есть это один материал. Задняя часть, например, черная пластиковая часть спинки, это, соответственно, второй материал, пластик. И третий материал это металлические черные, вот эти вот покрытые краской конструкции ножек и часть ее основная спинки, которая удерживает спинку. Это третий материал. То есть вот объект, внутри которого три материала используются. Как правило, в конце, когда вы уже закончили работу с вашей геометрией, вот, то чаще всего вы ее в конце сохраняете не группой, а с помощью команды attach все соединяете как один полигональный массив, да, для того, чтобы удобнее работать. Тут преимущество даже в том заключается, что группы, чем их больше, тем сильнее грузят ресурсы системы. Вот, и если в вашей сцене будет групп, большое количество это приведет к медлительности работы программы. Поэтому группы хороши до тех пор, пока вы еще работу не закончили. Когда уже модель создана, имеет смысл ее переводить в полигональную и через команду attach все части модели собирать в одну цельную конструкцию. И вот теперь, когда они уже собраны в одну целую часть, у нас, соответственно, стоит вопрос, как нам на каждой из этих разных поверхностей нанести свой материал. Вот как раз мультиматериал может нам позволять это делать, потому что он внутри себя может хранить другие материалы. И самое, что интересно, у него есть связь с полигонами у этого материала. Вот сейчас мы это с вами посмотрим. Значит, смотрите, вот объект, который когда-то мы с вами делали, да? Помните, вот такую вот ракету. Вот, допустим, она в тот момент, когда собиралась, я сейчас ее выделю, разгруппирую, была группой. Потому что там все части мы делали с вами отдельно, вот, и, в принципе, нам было удобно всю структуру, всю конструкцию вести таким вот образом. Но в конце, когда, как правило, объект уже полностью собран, имеет смысл его преобразовать в полигональный, потому что в будущем, вот, когда мы с вами познакомимся с процессом текстурирования, проще всего создавать текстуры именно для полигональных объектов. Другие способы не всегда так хороши, удобны и легки, как полигональные. Поэтому, выделив все части объекта, я, допустим, ее конвертирую в полигональный, конверт и editable поле. Есть, процесс произошел. А теперь беру, выделяю одну из частей, например, там, центральную часть моей ракеты, и в полигонах наших, помните, команда attach, так как их много, чтобы не щелкать, я воспользуюсь этим вот attach list. Он мне показывает список всех полигональных объектов в сцене. Я их все выделяю, и команда attach все соединяю. То есть, теперь вот все они стали одной целой конструкцией. Ну, сразу послетали цвета, потому что цвета не могут быть разные у разных наших объектов. Вот, здесь он немножко нам преобразовал, потому что, помните, здесь неправильный онугольник, он, соответственно, его режет для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Вот то, что у нас вышло. И вот теперь, допустим, у нас стоит задача разделить по материалам этот наш объект. Вот как раз мультиматериал один из способов, который позволит нам это сделать. Единственное, что могу вам сказать, значит, с мультиматериалом удобнее всего начинать работу в компактной версии. Сейчас увидите, почему. Смотрите, я выбрал любой из слотов, пустой, щелкаю по его кнопке, для того, чтобы изменить кнопки с отображением его типа, для того, чтобы вызвать просмотрщик-карты, выбрать другой тип. Вот он наш, Multi Sub Object. Выбираю, нажимаю ОК. Очень часто любой материал, который вы заменяете, на тот, у которого есть возможность внутри себя хранить другие материалы, вы увидите вот такое окошко. То есть программа говорит о том, что текущий материал будет заменен и спрашивает, что вы хотите сделать со старым материалом, который тут раньше был. Discard значит удалить его, он вам не нужен, вместо него загрузится новый. Keep Old Material as Sub Material говорит о том, что старый материал этот не удалится, а он станет частью нового материала. В нашем случае частью под нашего, будет под материалом нашего материала. Но в нашем случае мне сохранять его не нужно, поэтому я делаю Discard, потому что у меня чистый новый слот. Сохранять удобно бывает в том случае, если вы уже настроили материал, не хотите его терять, можно его сохранить как часть, как под материал другого. Вот настройки мультиматериала. Смотрите, у него по умолчанию отображается 10 стандартных материалов. Значит, почему удобно работать с ним здесь, а не там, где они в расширенном поле? Удобно это по той причине, что здесь мы с вами открываем сразу 10, ну так программа по умолчанию показывает 10 нот, но бывает так, что нам не всегда 10 нужны. Например, в нашей ракете, например, мы с вами будем использовать три цвета. Первый это цвет, соответственно, красный цвет верхушки, второй это белый цвет корпуса и ножек, и третий цвет это отдельные цвета вот этих вот наших кружочков. Они там были таким серым металликом, если я не ошибаюсь, в оригинале. То есть три материала, мне 10 ни к чему. Для того, чтобы это изменить, я могу воспользоваться в настройках этого материала кнопочкой Set Number, задать количество. Щелкнув по ней, откроется окошко, в котором я могу указать количество под материалов, которое мне нужно. В нашем случае это три. Я их вписал, нажимаю ОК, и смотрите, этот список сокращается до трех материалов. Все остальные пока уходят. Есть тут еще набор дополнительных кнопочек. Кнопочка Add, которая позволяет добавить новый материал, то есть щелкая каждый раз по этой кнопке, у нас появляются новые материалы. И кнопка Delete, которая позволяет удалять ненужные материалы. Чтобы понять, какой удаляется, мы должны с вами сделать его активным, щелкнуть по его миниатюре. Вот тогда он станет такой вот белой рамочкой выделен, и теперь Delete удалит его. То есть щелкая вот так, по ней можно удалять. Единственное, будьте аккуратны, если вы, например, создали четвертый материал, задали так, как нужно, а теперь нажали Delete, удалили его, то он удаляется раз навсегда. Теперь нажав Add, он уже не появится с настройками, появится новый чистый стандартный материал. Вот, поэтому удаляйте осознанно все это дело. Значит, вот три подматериала, которые нам нужны, и теперь мы можем начать с ними работать. Теперь это можно сделать, даже если мы захотим, наши и расширенные версии. Почему я сразу не делал это в расширенной версии? Потому что если вы в расширенной версии сразу создаете мультиматериал, у вас тут появляется 10 нот наших материалов. Если вам все не нужны, вам их нужно вычищать, удалять и так далее. Вот здесь видно в навигаторе, какая тут конструкция выстраивается. То есть очень много лишнего. Причем, что интересно, если вы зайдете в этот мультиматериал, измените здесь количество, например, до двух, это не приведет к увеличению, удалятся только связи. Останутся связи только с двумя, а остальная восьмерка так и будет продолжать висеть. Именно поэтому, ну, в принципе, это не проблема, просто времени больше тратите на удаление, на вычищение, вот, на приведение всего в порядок. Поэтому, пожалуй, работать с компактной версией удобно. Я сейчас выделю все материалы и Delete их удалю. А тот материал, который мы создавали, он у меня вот здесь, в самом низу, в слотах моих, которые тут тоже отображаются. Вот вроде бы как он первый, если я не ошибаюсь. Да, вот смотрите, курсор мышки, если подержать, в скобочках он пишется, Multi-SubObject, это наш материал. И вот теперь его можно сюда перетянуть, как instance, и он нам покажет только связь с нашими тремя материалами. Теперь мы можем работать. Итак, давайте их зададим. Первым делом давайте их настроим. Итак, в качестве первого материала у меня будет использоваться мой белый пластик. Я захожу, меняю ему цвет на белый. Вот, делаю его из матового глянцевым, увеличиваю параметр Specular Level и подбираю размер этого блика, не сильно большой, чтобы он походил на пластик. Ну, как-то вот так, например. Какой-то вот такой, допустим. Пусть он у меня пока будет. Дальше, в качестве второго материала я использую точно такой же материал. Вот, можно даже, в принципе, эти настройки, допустим, там запомнить, скопировать. Там 130 на 70, чтобы проще было их переписать. Захожу в серый материал мой, второй. Вот, и задаю у него то же самое. 130 на 70. Разве что меняю у него только цвет, делаю его не белым, не серым, как тут, а красным. Таким, каким он должен быть на моей ракете. Есть. Можно сразу его, если я хочу, еще и переименовать. Например, там Red Material, чтобы проще было сориентироваться. Здесь у нас белый. Так, есть. И вот третий материал, это наш, этот серый, например, металл. Вот. Давайте зайдем в его настроечки. Есть. Переименуем его и по настройкам его перестроим. Значит, так, это металл. Можем с вами в качестве алгоритма шейдера, который используется для просчета, воспользоваться алгоритмом металл, который больше подходит для металлических поверхностей. И после этого перенастроить его немножечко, задать его спекуляр, задать его глоссинес. Ну, пока как-то так, посмотрим потом в конце, когда будем делать визуализацию, может быть, какие-то вещи придется подкорректировать. Сейчас я могу мой этот мультиматериал. Кстати, он, посмотрите, очень интересно отображает свои материалы в виде такой вот шашечной конструкции, вернее, шахматной. То есть, чем больше материалов, тем больше этих кубиков будет. Ну, тут, конечно, количество ограничено. До бесконечности это быть не может. Но при небольшом количестве очень хорошо видно комбинации разных материалов. Давайте его присвоим геометрии. Я его выделил, нажимаю кнопочку присвоения геометрии. Так, геометрия выделена, материал тоже есть. И здесь происходит как-то что-то непонятно, да? Вот, что-то где-то какой-то цвет взяло, что-то не взяло. Каждый как захотел, какой ему цвет понравился, тот себе такой и взял. На самом деле, нас такая конструкция не устраивает. Нам нужно контроль над этим, потому что мы сказали, у нас что-то должно быть одного цвета, что-то другого. Вот, хотелось бы это все подстроить. Как работает наш мультиматериал? Давайте еще раз зайдем в его настроечки и посмотрим. Итак, смотрите, помимо прочих параметров, таких как, например, имя того материала, который присвоен, у него есть очень одно миниатюра, есть одно очень интересное поле с названием ID. ID – это его уникальный идентификатор. То есть, у каждого нашего материала, внутри подматериала, есть его уникальный идентификатор. И этот идентификатор не должен пересекаться с какими-то другими. То есть, нельзя задавать одинаковые цифры. Например, если я сейчас создам с помощью кнопочки Add четвертый материал, и в поле ID поменяю его, например, на двойку, ту, которая уже есть, и нажму Enter для подтверждения, у меня выскочит такая вот ошибка, такое вот сообщение об ошибке. Два этих слота подсветятся красными, вверху пишется о том, что у меня вот эти материалы повторяют значение. То есть, не может быть двух одинаковых материалов. Давайте его удалим. Здесь он, правда, не удалится. Вот он создался. Мы его удалим вручную. Поэтому эти идентификаторы должны у каждого материала быть свои. Как они связываются с геометрией, эти идентификаторы? На самом деле, очень легко и просто. Во-первых, нужно сказать, что ваша геометрия должна быть полигональной. В других способах, нет других способов, ну, вернее, есть другие способы, хотя они чуть-чуть посложнее, но я вам их сейчас продемонстрирую. Поэтому удобнее всего это делать именно внутри геометрии. Что мне нужно сделать? Мне нужно перейти на один из уровней редактирования, который может работать с полигонами. Или полигоны, или элементы. И тот, и тот работает с полигонами. Когда выделен любой из этих уровней редактирования, мы внизу можем найти свиток, о котором еще пока с вами не говорили. Свиток с вот таким названием. Полигон Material Idis. На этом свитке каждому полигону как раз и задается его уникальный идентификатор. И вот именно этот номер должен пересекаться с номером того материала, который вы хотите, чтобы этот полигон передавал. Ну, например, если мне нужно, чтобы корпус у меня был белый, да, помните, ну, большая часть корпуса, нижняя часть была белая, вот, то я вижу по моему мультиматериалу, что нужно цифру 1 задать. Поэтому я могу на уровень элементов перейти, чтобы быстро выделить нижнюю часть ракеты. Она просто, помните, мы когда строили, они были отдельными частями, поэтому на уровне элементов я сейчас их могу легко и просто выделить. Если бы они были склеены, ну тогда не беда, я бы выделил все, а потом с помощью там клавиши Ctrl или Alt убрал бы выделение с верхних полигонов. Вот сейчас выделен корпус, и я смотрю вот здесь вот в поле Set ID, задать ID, какой ему номер назначен. У него стоит номер 3. Номер 3 это наш металл, поэтому он выглядит серым. Давайте его поменяем на единичку, я могу это сделать, вписав нужную цифру, или воспользоваться спиннерами можно, разницы нет, и Enter фиксирую. Единица. Если я теперь сниму выделение, видно, что у этих полигонов белый материал. Я, в принципе, могу выделить вот так вот сразу все, потому что ножки, они тоже у меня белые, насколько помните, поэтому сразу здесь всему этому могу назначить один номер, и они сразу примут белый материал. В верхней части верхним полигоном я назначаю номер 2, потому что второй это красный цвет. И у меня остались только вот эти вот конструкции, я их выделяю вот так вот рамочкой, а дальше снимаю выделение с Alt, с вот этих вот частей. И этим вещам я присваиваю номер 3. Когда это сделано, теперь каждый из полигонов знает, какой ID он должен брать, и какой материал ему отображать. И вот что мы получаем в результате. У наших материалов, помимо имени материала в мультиматериале, есть еще параметр Name, имя. Оно у нас пустое, и из-за того, что оно пустое, мы с вами, выделив полигоны, вот здесь вот в поле имени, не видим имени материала. То есть я, например, очень часто люблю в этом поле дублировать имя материала. То есть копирую его просто-напросто и дублирую его в это поле. Тогда у них два одинаковых имени. Это его реальное имя, а это его просто способ отображения вот здесь. Если я, например, там выделю полигоны белого цвета, смотрите, он мне тут показывает White Material. То есть можно просто быстро их находить потом, когда у них имена прописаны. Понятно, какая ID, какое имя, вот легко и просто их находить и присваивать. Поэтому, например, сейчас мы скопируем эти имена, зайдем в этот материал, скопируем его имя. И теперь, если выделим геометрию, вот у нас тут полный список всех наших имен, проще их находить, проще с ними работать. То есть вот таким вот образом у мультиматериала устанавливается связь с полигонами нашей геометрии. То есть чем это удобно? Тем, что у нас одна геометрия, и ей присвоен один материал всего лишь, внутри которого может быть сколько угодно нужных нам материалов. В будущем мы будем с вами говорить о процессе сохранения материалов в библиотеку. Вот, библиотеку материалов. И вы увидите, что, допустим, когда у вас много материалов, ее и сложнее потом сохранять библиотеку. Не то, что сложнее, дольше просто. И тяжелее разбираться, где какой. То есть, в принципе, мы могли бы эту ракету оставить как отдельные части, такими, как они и были. Но тогда бы у нас было бы три отдельных материала, которые все бы имели отношение к этой ракете. Если вы помните, это хорошо. Если нет, допустим, то уже можно теряться, не помнить, где как, что находится, с чем связано. Поэтому использование мультиматериалов более предпочтительная вещь. Главное создать нужные материалы и по ID каждому полигону указать, какой материал он должен передавать. И в результате мы получим нужный эффект. В принципе, кстати, это дело ничего, даже так у нас и выглядит. Вот. Вот таким вот образом. То есть, вот как работает наш мультиматериал. Вот что он из себя представляет. И вот как мы с вами им имеем пользоваться. Значит, спектр их огромный. То есть, даже, например, в проектах, связанных с архитектурной визуализацией, вы, например, можете один материал создать, присвоить его геометрии окна, например. То есть, то же самое пластиковое окно. Как правило, корпус, сам пластик, это один материал. Стекла, которые находятся внутри, это другой материал. Внутри между стеклами рамы есть еще резиновая прослойка, утеплитель, уплотнитель. Там третий материал. То же самое, чтобы не тянуть. То есть, реально, если вы каждому объекту даете отдельный материал, в конце в вашей сцене может быть огромный список материалов. И потом трудно находить, где какой, с чем связан. Если у вас одной геометрии, пусть она даже состоит из нескольких материалов, присвоен только лишь мультиматериал, находить все очень просто, все очень понятно. То же самое, допустим, помещение. Стены, обои там какие-то покрытия на стенах. Это могут быть один материал внутри мультиматериала. Пол, другой, потолок, третий, например. И вот один материал накинули на комнату, он сразу разобрал все по своим этим. Мебель, то же самое, правило, особенно сборная мебель, состоящая из частей. Точно так же разделили один материал одной геометрии. Очень просто. То есть, группы, опять-таки, хороши только на этапе моделирования. Дальше они создают проблемы, потому что чем больше групп в вашей сцене, тем больше тратится ресурсов программы на то, чтобы иметь возможность работать. То есть, даже сам недавно пересталкивался с этим. Делали помещение, жилой дом. Вот, он там семиэтажный был, три подъезда. Там окон, ну, окон 200-300, наверное, было на фасаде. Вот, окна первоначально были смоделированы отдельно. То есть, отдельная рама, стекла, и были собраны в группы. Когда этих 300 групп в сцене открылось, сцену невозможно было вращать. То есть, она крутилась пошагово. Как только все это разгруппировали, поэтачили, посоединили, она же свистеть начала. А так в окне проекции стало быстро крутиться. То есть, казалось бы, вроде бы ничего не изменилось, только лишь группы, но скачок использования ресурсов колоссальный. Поэтому группы хороши только на этапе моделирования. Дальше, когда уже все закончено, от них имеет смысл избавляться, через этач все в полигоны переводить и собирать все в одну общую конструкцию. Вот, это вот то, что касается наших материалов. Значит, на этом по материалам мы пока сделаем остановочку. Хотя, на самом деле, как бы это еще далеко не финал, потому что список материалов большой. Мы с вами разобрали только лишь часть. Видите, blend 1, composite 2, double-sided 3, там, multi 4, стандартные 5, tomb bottom 6. Всего лишь 6 материалов. На самом деле их значительно больше. И в скором времени мы с вами еще расширим список следующими архитектурным материалом. Посмотрим, как многие, которые мы уже разобрали, как с картами совсем себя по-иному ведут. Вот, еще у нас будет raytrace материал, очень интересный, так что еще дополнительно список этот будет нами расширяться. Вот, по материалам тогда это все сделаем на этом остановочку. Теперь давайте мы с вами немножечко поговорим о новой вещи, то, что мы с вами не затрагивали. Вот, поговорим о картах. Запишите себе, пожалуйста, такое заголовок в конспекте. «Понятие и использование процедурных карт». Понятие использования процедурных карт Итак, материалы, это вещь очень хорошая и замечательная И как мы уже увидели, что многие материалы Особенно мы это очень хорошо с вами на примере стандартного материала рассмотрели Имеют набор параметров И меняя эти параметры, мы так или иначе передаем с вами свойства этого материала Можем строить те или иные поверхности И мы с вами говорили на первом занятии по материалам о том, что свойства наших материалов, их параметры Могут контролироваться разными способами Один из способов это число То есть числами в зависимости от того, как этот параметр задается От нуля до ста, иногда эти цифры меньше, больше могут быть Мы можем так или иначе строить параметры Второй способ контроля это был цвет То есть, например, параметр цвета материала, цвет блика Цвет самосвечения Все это задается цветом Это второй способ контроля параметра И в прошлый раз мы говорили также о том, что есть третий способ контроля определенных параметров Это карты, так называемые Так вот, что подразумевается под термином карты Значит, под термином карты В программе 3D Studio Max подразумевается набор каких-то изображений Которые мы можем с вами подключать для того, чтобы контролировать параметры нашего материала То есть, это изображение Карты не что иное, как изображение Многие люди, те, кто занимается как бы 3D, ну скажем так, упрощенно используют вместо слова карта Слово текстура Но дело в том, что текстура не совсем карта Текстура это частный случай карты Мы в скором времени это увидим Поэтому более правильно все-таки говорить карты Вот, а вот как раз уже карты, вот эти изображения Они по своей природе делятся на два типа Вот, карты бывают двух типов Первое, это процедурные карты Это как раз тот тип, о котором мы поговорим с вами сегодня А второй тип карт, это растровые карты Вот именно растровые карты и правильно называть текстурой Поэтому говорить о том, что все карты это текстура, неправильно Текстура это всего лишь растровая карта Это один из случаев карты Но есть еще и процедурные текстуры В чем их отличие? Значит, процедурные карты, те, о которых мы сегодня скажем Это карты, которые внутри себя имеют какую-то математическую формулу Для генерации рисунка Чтобы получить изображение, она использует какую-то математическую формулу И нам в руки даются рычаги управления этим рисунком То есть, меняя параметры карты Мы меняем формулу, и она меняет рисунок Преимущество такого способа Заключается в том, что мы в любой момент можем зайти, внести корректировки Вот в этот рисунок, и он автоматически изменится На любом этапе, очень удобно С другой стороны, у них есть и минус, конечно же У этих карт процедурных Минус, как правило, заключается в том Что тот рисунок, который они дают Он все-таки, конечно, в качестве ограничен Вот, например, если у нас есть, допустим Возьмем тот же самый асфальт, например Вот если подойти, сделать фотографию асфальта И потом на нее посмотреть То вы увидите огромное количество разных мелких нюансов То есть, и сама фактура асфальта И какие-то камни, и какие-то выбоины уже в асфальте Где-то села пыль Где-то асфальт треснул То есть, рисунок очень может быть насыщен Мелкими разными деталями Так вот, процедурная карта Зачастую ей очень тяжело Сгенерировать рисунок такого качества Да, она дает рисунки, иногда очень интересные И не совсем простые Но все равно передать такое количество нюансов Бывает очень сложно Заметьте, я не говорю невозможно А очень сложно Потому что, в принципе, если поставить себе такую задачу Вот, если хорошо знать, как работают карты То можно генерировать очень сложные рисунки Которые, в принципе, могут не уступать И фотографиям, которые вы, используя там фототехнику, получаете Но все-таки это не так просто Поэтому процедурные карты Все-таки этим немножечко ограничены Но плюс Это возможность в любой момент внести корректировку Вот что такое процедурные карты Значит, растровые карты Как второй случай, второй пример Мы сказали, что их же можно еще называть текстурами Это не что иное, как обычные изображения Обычные изображения, которые мы получаем в разных форматах В знакомых вам форматах Там JPEG, например PNG форматы TGA BMP TIFF Вот Так и, в принципе, форматы, с которыми, возможно, вы пока не пересекались Но в скором времени тоже о них узнаете Потому что пакет 3D Studio Max работает с большим количеством разных форматов Поэтому кое-что новое для себя наверняка вы откроете То есть вот те изображения, которые вы, например, можете получать сами Используя фототехнику, фотографируя Либо сканируя, используя сканер Вот Их все вы можете тоже использовать в программе У них тоже есть как свои плюсы, так и минусы, конечно Плюс это, конечно же, неоспоримое качество Потому что То, что существует в природе Зачастую очень тяжело воссоздать Скажем так, используя там компьютерные формулы Математические какие-то аппараты Вот Тот же самый текстура там асфальта Один из тому примеров С другой стороны Минусом Ну, хотя он такой спорный минус Все зависит от того, как вы умело этим пользуетесь Это невозможность корректировки То есть, например, если вы сфотографировали Только лишь один кусок асфальта А вам нужен кусочек, который с правой стороны То в программе 3D Studio Max Вы не заставите файл передвинуться И показать вам тот кусочек, который вы не сделали То есть только то, что есть То вы и будете видеть Плюс еще сюда же можно записать такое ограничение Как размер Если файл Само изображение по себе маленькое То есть, его ширина и высота небольшая То в качестве его очень тяжело будет показать Например, если камера очень близко подъедет К поверхности, на которую нанесен маленький рисунок Вы увидите его слабое качество Поэтому, если вы хотите текстурой покрывать большие фрагменты Вам нужно изображение довольно-таки большое Ширина и высота его Изображения должны быть очень большими Чтобы хорошо в качестве передать Мы с вами будем использовать как процедурные карты Так и растровые Поэтому посмотрим, как и одно и второе работают Как с тем и с тем взаимодействовать Сегодня мы начнем знакомство с процедурных карт Мы поговорим о некоторых из них Потому что в будущем, опять-таки, по мере дальнейшего обучения Мы с вами некоторые будем еще дополнительно разбирать Но о некоторых уже с вами сейчас скажем Итак, первое, что нужно сказать Что карты у нас находятся там же, где и материалы То есть, тоже в просмотрщике карт и материала Единственное, свиток нам нужен другой У нас свиток материалы, с которым мы до этого работали Содержал только лишь материалы и больше ничего А вот сразу под ним идет свиток с названием Maps И вот как раз здесь, в этом списке, отображаются все наши карты Видите, список довольно-таки большой Самое интересное, что все карты в этом списке Все, кроме первого режима Это все процедурные карты Только лишь первый является ссылкой на растровое изображение Все остальное это процедурные карты То есть, видите, их очень много Каждый из них дает свой результат Значит, сразу хочу сказать о таком одном моменте Чтобы вы его не путали и четко для себя уяснили Карта это составная часть материала То есть, карта сама по себе не используется Она должна быть внутри материала Тогда она будет работать и получать результат Итак, геометрии вашей трехмерной Вы можете присваивать материал Нельзя карту присвоить сразу геометрии Карту нужно подключить к материалу И только потом материал уже можно присвоить геометрии То есть, вот такой порядок, вот такая последовательность Итак, давайте посмотрим, как это дело у нас работает Познакомимся с несколькими типами карт Посмотрим, какие параметры у них есть И как они могут нам позволять менять наш объект Вот на эту обычную сферу мы давайте с вами присвоим материал Причем стандартный материал возьмем Так, есть Этот материал присвоим нашей геометрии И теперь вернемся к списку наших карт Значит, с картами удобнее всего работать в нодовой версии Потому что здесь как раз они очень хорошо показывают Куда они подключаются к материалу и как с ними работать Но я вам покажу, как работать и в компактной, и в расширенной Удобнее всего в расширенной, но в компактной тоже можно с ними взаимодействовать без проблем Итак, давайте посмотрим Самая первая простая, но очень интересная карта Это карта с вот таким вот названием Checker Как мы уже сказали, все карты генерируют какой-то рисунок Растеровые показывают то изображение, которое вы используете А процедурные, каждая из них какой-то свой определенный рисунок генерирует Так вот, карта Checker Если мы ее перетащим на рабочее поле Она откроется тоже в виде ноды Это карта, которая позволяет нам генерировать вот такие вот кубики двух цветов Очень простая, совсем не сложная функция По умолчанию черные и белые Хотя эти вещи могут нами быть изменены и перестроены Значит, вот я карту на рабочее поле мое расположил Но присвоить ее геометрии не могу Видите, кнопка у меня неактивна Потому что карты геометрии не присваиваются Геометрии присваивается только материал А карта должна подключаться к какому-то параметру нашего материала Ну, например, в нашем материале есть свойство Diffuse Color Которое передавало цвет нашего материала Так вот, смотрите, если мы с вами зайдем в наши материалы И посмотрим на параметры То любой параметр, возле которого с правой стороны отображается вот такое вот пустое квадратное поле Говорит о том, что этот параметр может контролироваться не только в данном случае цветом А еще и картой Плюс еще один из способов, как вы это можете посмотреть Это если вы найдете название этого параметра вот здесь вот в списке входящих значений К которым мы можем что-то подключить Например, вот есть свойство Diffuse Color Это как раз наш цвет Давайте его изменим на какой-нибудь другой Потому что сейчас мы будем смотреть, как работают наши карты Вот нам будет хорошо видно, в чем суть Значит, и теперь я вот в это свойство цвета могу подключить мою карту То есть делается это совсем несложно Выходящее значение из карты я беру и не отпуская перетаскиваю его к нужному каналу Когда вы находитесь над ним, кнопочка эта подсвечивается Отпустив теперь левую клавишу мышки, у нас устанавливается связь Этой карты с материалом Тут появляется еще один дополнительный момент Мы пока его пропустим, но буквально через пару минут мы к нему вернемся Скажем, что это такое Итак, сейчас мой материал, как вы можете видеть по миниатюре Вместо своего цвета, красного, который был до этого Показывает тот узор, тот рисунок, который генерирует карта Это вот такие вот кубики черно-белого цвета В окне проекции я пока этого не вижу Поэтому мне нужно сделать визуализацию Давайте изменим фон нашего изображения То черное на черном как-то не очень хорошо видно Даже сделаем его каким-нибудь таким, например Вот, и видно, что теперь наша сфера, смотрите, показывает не просто свой цвет А показывает тот рисунок, тот узор, который генерирует карта В данном случае в качестве цвета Вот такие вот кубики Обратите внимание, когда мы зайдем с вами в настройки материала Мы можем увидеть, что теперь возле параметра диффузионного цвета Эта кнопка, которая до этого была пустая Сейчас содержит большую букву М Она говорит о том, что тут используется карта То есть это свойство уже контролируется не цветом, а картой Когда буква большая, это значит, что эта карта подключена, работает и все в порядке Она может быть и маленькой Это бывает в тех ситуациях, когда карта у нас не работает На время отключено Но на самом деле, больше всего удобнее Удобнее, вернее всего, работать с материалом Не используя вот эти вот параметры А просматривать их, используя соответствующий свиток У нас в нашем стандартном материале есть свиток Точно таким же названием Мэпс карты Раскрыв этот свиток Мы увидим с вами список всех параметров материала К которым могут подключаться наши карты Вот сейчас, например, обратите внимание, напротив параметра diffuse color Вот стоит вот здесь вот, возле этой кнопочки надпись нашей карты Это название нашей карты Мап номер один, карта номер один, она так называется И ее тип в скобочках, чекер Галочка, которая здесь обозначает Которая здесь стоит Обозначает то, что эта карта сейчас работает Если эту галочку снять Мы на время отключаем карту То есть, видите, связь с ней не разрушается Связь стоит, но просто карта не работает Поставив галочку, мы снова заставляем работать эту карту Когда карта отключается Начинает работать то свойство Которое контролировалось до этого То есть, например, в данном случае у нас был цвет И работал цвет Вот, карта наша не работала Обратите внимание, когда карта не используется Буковка меняется на маленькую Это тоже визуальный показатель того, что карта есть Подключена, но не используется Я сейчас обратно поставлю галочку, чтобы вернуть это свойство И еще одна важная вещь, о которой нужно сказать Вот здесь, на свиточке maps Между списком параметров нашего материала Их, кстати, между прочим, очень часто Эти параметры, когда работают с картами Называют каналы То есть, канал материала Канал цвета, канал блика и так далее Канал прозрачности То есть, можно услышать и такое обозначение Поэтому мы давайте тоже будем использовать этот термин Каналы Но понимаем, что мы говорим о тех же самых параметрах Суть я это не изменила Так вот, наш канал диффузионного цвета Сейчас управляется картой И вот между названием канала и между типом карты Которая подключена У нас есть вот такой вот счетчик с названием amount Этот параметр amount показывает величину влияния карты Большинство этих параметров Большинство этих параметров и их значение amount Контролируется, меняется в значении от 0 до 100 Один из них, параметр bump Может меняться в значении значительно больше Чем 100 Так вот, если мы говорим о цвете Система работы здесь следующая Когда стоит параметр 100 в этом поле То у нас полностью работает карта И она перебивает все остальные способы управления То есть цвет она в данном случае полностью перекрывает Если мы с вами начнем уменьшать это значение Например, поставим его там значение 80 Мы можем обратить внимание, что у нас карта работает только на 80% Остальные 20 начинает пробиваться наш цвет И мы получаем эффект смешивания цвета с картой Если мы сделаем визуализацию, мы это точно так же увидим Дальше, продолжая уменьшение, это например 50 У нас карта наполовину станет прозрачной А остальное покажет цвет Ну и так дальше, уменьшая ее все сильнее и сильнее Мы все слабее будем видеть эффект от карты И все сильнее значение цвета Если свести его в ноль В данном случае мы увидим наш полностью отображаемый цвет Так вот, вот этот вот блок Вторая вот эта вот нода дополнительная Которая здесь у нас выскакивает при подключении карты Это как раз и есть визуальное представление вот этого счетчика Разница только в том, что здесь на свиточке Maps Он управляется цифрами от 0 до 100 А здесь они изменяются от значения от 0 до 1 То есть например там 80% здесь, это означает 0,8 тут 50% здесь, означает 0,5 здесь То есть фактически на 10 просто делится Больше сути не меняется Поэтому в принципе можно менять это значение и здесь Два раза по этому полю щелкнув, писав нужное Либо используя вот спиннеры Можем наращивать их То же самое Если вдруг вот эти вот блоки вам не нужны А они чаще всего бывают не нужны Вот, мы можем с вами их прятать Этот параметр, эта нода, она подключается вот к такому параметру Видите, группа настроечек additional параметров То есть какие-то дополнительные настройки Вот здесь список основных каналов, основных параметров А здесь есть дополнительные параметры Если мы его раскроем, тут вот есть плюсик Он покажет нам, что эта вещь подключается к свиточку Maps Раскрыв его, увидим к чему именно Но чаще всего заходить аж сюда не требуется Лично я, например, больше привык заходить в свойства материала И менять силу там влияния, используя вот это поле Чем используя этот кусок Поэтому он мне только мешает Поэтому, если он мне не нужен Я от него могу избавляться следующим образом Щелчок вот по этому полю, куда он подключен Правой кнопкой мышки Покажет вам вот такое вот меню Внутри которого вы можете найти несколько полезных команд Команда Hide Child Threes Команда, которая спрячет все вот эти вот дополнительные, скажем так Дочерние ноды, которые появляются от наших главных нод Если я щелкну, оп, она пропадает Она не удаляется, а пропадает То есть удалять ее не нужно Иначе фактически это приведет к удалению карты нашей Вот, ее можно прятать Если она нужна, Unhide ее снова вернет Поэтому, если она не нужна, можно их просто прятать Тогда остается только лишь нода нашей карты И мы видим результат работы Вот, по такому же принципу будут работать все остальные карты Вы любую из карт можете перетащить Подключить И получить те настройки Использовать параметры здесь для работы с этими вещами Значит, точно так же, в принципе, работает компактная версия Единственная разница в том, что здесь у нас в компактной версии нод нету Если мы хотим что-то с вами менять Нам нужно это делать следующим образом Используя вот эти кнопочки Вот смотрите, сейчас, например, я специально взял карту, удалил У меня здесь вот пусто, в свиточке Maps пусто Значит, делать я могу процедуру присвоения карт следующим образом Или воспользоваться вот этой кнопкой напротив нужного параметра Или на свиточке Maps воспользоваться этими кнопками напротив нужного параметра Например, если я снова хочу к цвету подключить мою карту Checker Я выделяю Diffuse Color, нахожу кнопку ему соответствующую И щелкаю по ней Она пока пустая В результате щелчка открывается список просмотрщик моих карт Я вот выбираю мою карту Checker Нажимаю ОК Она загружается, и я попадаю в ее настройки Вот тут небольшая разница, небольшой нюанс Дело в том, что если вы находитесь в версии расширенной Вы там просто по ноде щелкнули, и вам показались ее параметры А в компактной версии, если вы, например, присвоили карту То после того, как вы ее присвоили, вы попадаете в ее настройки Смотрите, это настройки карты, не материала Материал выглядел по-другому Это настройки карты именно этой карты Checker, вот об этом говорит эта вот надпись То есть вы находитесь в настройках карты Фактически это можно сравнить с тем, что вы, например, находясь в доме Опустились в подвал, то есть на уровень вниз Опустились, вы не видите, что находится наверху Вы сейчас в подвале, видите только то, что там Поэтому здесь то же самое Вы видите настройки только карты Если вы хотите подняться наверх Да, то вы по лестнице поднимаетесь наверх Нужное вам помещение Аналогичная процедура и здесь Только для этого есть тут специальная кнопочка Вот такая кнопочка Go to parent Перейти к родителю, то есть перейти на уровень вверх Щелкнув по этой кнопке Мы с вами снова возвращаемся к настройкам материала То есть таким образом вы можете путешествовать в этой версии Нажали на карту по этой кнопке Вы попали в ее настройки Можете их менять, перестраивать Делать все, что вам нужно В конце, чтобы вернуться к материалу Один раз нажимаете подняться на уровень вверх И поднимаетесь вверх То есть вот как работает компактная версия Вот, но лично мне при работе с картами Значительно удобнее работать с нодовой версией Потому что здесь я визуально вижу, какая карта Куда она подключается И мне проще просто контролировать результат Вот таким вот образом Давайте немножко поговорим о настройке карты Чекер Не то, чтобы мы их, скажем так, будем дословно с вами разбирать Просто посмотрим ознакомительно Потому что в будущем с этими вещами работая Вы это поймете лучше Карт много и ни к чему каждую из них детально разбирать Мы потратим кучу времени А нужно это не нужно будет не всегда понятно Поэтому это проще будет в конкретной задаче Просто посмотреть и использовать Итак, смотрите У нашей карты Чекер есть несколько свитков Значит, есть свиток названием координаты Но об этом свитке мы поговорим чуть-чуть попозже Мы будем с вами более детально разговаривать о текстурных координатах И тогда мы к этому свитку с вами вернемся Вот, он практически у большинства процедурных карт будет присутствовать Цветочек noise, шум Нам пока тоже не будет нужен Я чуть попозже тоже о нем расскажу Пока давайте посмотрим непосредственно параметры этой карты Вот они, чекер параметры Значит, здесь у него есть вот два образца цвета Черный и белый То есть они как раз и управляют цветами этих кубиков Если, например, их поменять Сделаем эмоциональную символику Вот, мы поставим нужные цвета Видите, это изменит карту Это изменит наш материал То есть в результате очень удобно и очень хорошо Вот это как раз и есть принцип изменения параметров То есть мы что-то меняем И сразу это обновляется В текстуре, например, если мы захотели бы изменить цвета Нам нужно было открывать редактор Такой, как, например, программа Photoshop И там делать замену цветов Потом бы эти вещи отобразились тут А здесь мы это можем делать, используя параметр Точно так же есть параметр Swap Который позволяет менять местами эти вещи И есть параметр Soften Который позволяет смешивать границу между этими цветами В результате мы с вами при визуализации Можем увидеть эффект на нашем материале Еще одна очень интересная штука Это показ материала Показ карт в окне проекции Дело в том, что по умолчанию Карты в окне проекции не видны Мы их не видим Нам нужно только делать процесс визуализации Чтобы увидеть эту карту Но это не всегда бывает удобно Дело в том, что большинство вещей Можно видеть даже в окне проекции Особенно 11 версия Max Она очень много работает с возможностями видеокарт И многие вещи можно полноценно нормально видеть Даже в окне проекции Без необходимости каждый раз делать процесс рендеринга Визуализации Как заставить нашу карту отобразиться в окне проекции? Делается это очень просто Вы можете заставить конкретную карту отобразиться А можете весь материал В чем разница? Если вы включаете показ только конкретной карты Показывается только она Но у материала может быть несколько карт И тогда другие вы видеть не будете Поэтому если это нужно Пожалуйста, выделили карту И щелкнули вот по такой кнопочке Show Standard Map in Viewport Здесь вот такая как бы досточка Шахматная Она всегда ассоциируется с материалами В программе 3D Max И лампочка Которая говорит о показе Вот То есть если я выделил ноду И щелкаю по этой кнопке Смотрите У меня эта карта Отображается В окне проекции Я ее начинаю видеть О том, что эта карта Показывается в окне проекции Говорит изменение заголовка карты Смотрите До этого он имел однотонный цвет Сейчас появилась вот такая вот красная часть Которая отделила половинку И вот это показатель того Что эта карта Отображается в окне проекции Вот без нее Вот с ней Везде где это увидите Знаете, что эта карта Видна в окне проекции Значит Но, как мы уже сказали Этот момент Работает только с этой картой Бывает так, что у вас несколько карт И они подключены к разным каналам К разным свойствам И вы хотели бы тоже их видеть А большинство свойств Большинство каналов Окно проекции может показывать Поэтому зачастую Бывает удобнее показывать Не карту А материал Тогда будут показываться Все карты Всех каналов Всех свойств Которые с этим материалом работают Поэтому выделили материал И точно так же Щелкнули по этой кнопке Сейчас пока разницы нет Но в будущем Когда мы будем Несколько карт подключать Мы увидим В чем разница Или только одно показывается Или сразу все вместе Которые используются в нашем материале Это один из способов Это способ старый Который раньше был в программе Но и в принципе он тоже Сейчас замечательно работает Этот способ фактически Не грузит вашу видеокарту Потому что Для такой обработки Не так много требуется ресурсов Сейчас начиная с 11 версии Появилась возможность Заставить вашу видеокарту Заниматься более детально Просчетом Некоторых каналов Свойств материала Для этого используется Точно такая же кнопка Правда не эта А ее соседка Если щелкнуть По правой кнопочке мышки И подержать ее У нас тут выскакивает Две иконки Они похожи Одна более яркая Другая более темная Та которая более яркая Она как раз показывает Стандартными средствами материал И дело в том Что не всегда Это качественно Очень часто Это такой некий Упрощенный режим В общем видно Но какие-то детали Могут теряться И могут быть не показаны Второй режим Носит похожее название Show Hardware Map in Viewport Это значит Что теперь Карта Будет просчитываться Используя возможности Вашей видеокарты И чем ваша видеокарта Более современная Чем больше ресурсов у нее Тем лучше будет результат То есть В будущем Мы это особенно хорошо Увидим и прочувствуем На некоторых других каналах Которые в окне проекции В стандартном режиме Не показываются А в этом режиме показываются Дома Если вдруг Вы пытаетесь Этот режим включить А он недоступен Вот Это значит Что просто Видеокарта Не тянет Такой режим Такой тоже может быть Если видеокарта Не современная Может быть Она просто Это не позволит И иконка тут Не будет двойная Она будет просто одна То есть Такой вот засечки Здесь не будет Вот Вот таким вот образом Но сразу сделаю Ремарочку Чтобы вы об этом Тоже помнили Показ карт в окне проекции Загружает оперативную Память компьютера То есть Чем больше карт Вы показываете Чем большего размера Эти карты Особенно это Будет характерно Для растровых карт Для процедурных Это не так критично Они не такие сложные Вот Тем больше Грузится память компьютера Например Если в вашей сцене Там 10 текстур Большого размера Вот Может даже там При открытии Быть какая-то ошибка И так далее Но это тоже решаемо Чуть попозже Когда мы к этому подойдем Я покажу Расскажу Как с этим бороться Как это можно исправить Вот Вот таким вот образом Мы с вами можем Присваивать наши текстуры Наши процедурные текстуры Нашим объектам И соответственно Получать Вот такой вот результат Значит Это карта чекер Если эта карта Нам больше не нужна Мы можем с вами С ней разрушить связь Просто выделив Вот эту вот ноду Вернее линию Вот эту связь Соединяющую Щелкнув по ней Видите она белая Становится И нажав кнопочку Delete Тем самым Мы разрушаем связь Нода остается Но Канал этот уже не работает Давайте пойдем дальше Посмотрим еще несколько Карт Которые нам будут Тоже интересны Допустим Вот такая вот карта С названием Градиент Градиент Я беру ее Тоже подключаю В мой канал Цвета Видите Так как стоит у меня Отображение В материале Карты То сразу Это подключение Отображается В окне проекции Итак Карта Градиент Позволяет нам Создать Несложный Трехцветный Градиент То есть Максимум Три цвета Здесь может Использоваться Хотя этого Зачастую Бывает Вполне Хватает Опять таки Я вот захожу На настроечки Цвета Координаты Шум Мы пока пропускаем Вот цвета Градиент Параметра Который содержит Настройки Этого нашего Градиента И вот тут Есть набор Параметра Вот наши Три цвета Которые мы Можем использовать Вот Черный Серый Белый По умолчанию Давайте их Немножко Перестроим Для получения Какого-то Более Интересного Результата Например Вот допустим Как-то так Вот на нашей Геометрии Смотрите Эти изображения Эти вещи Эти изменения Сразу отображаются То есть вот у нас Один цвет Здесь он меняется На тот второй цвет Книзу Отображается Третий цвет Карта Градиент Это как один из способов Например Где можно использовать Для получения фона Который соответствует Как бы освещению Да То есть внизу Коричневая земля Вот дальше Линия горизонта И вверху Соответственно Как бы Небосклон Вот Один из вариантов Хотя Можно и другие Найти способы Применения Этой карты Внизу у него есть Несколько дополнительных Настроечек У этой карты Градиент Тайп определяет Тип градиента Он может быть Линейным То есть идти Из одной точки В другую Менять все свои Цвета Трехцветия Это будет Передаваться Из одной точки К другой Либо быть Радиал Круговым Круговой градиент Соответственно От центра К сторонам Генерируется Мы получаем Вот такой вот Рисунок Еще одно Дополнительное Свойство Управления Это вот этот Параметр Color 2 Position Параметр Который Позволяет нам Управлять Где будет Находиться Этот наш Второй Средний Цвет То есть Уменьшая Его Видите Он сильнее Акцентируется К центру Увеличивая Наоборот Растягивается Ближе Ко второму Градиенту Вот Не сложная Карта Но иногда Бывает Тоже Интересная Помимо этого У него есть Еще параметр Noise То есть Не свиток Noise А внутри Него Есть параметр Noise Шум Который Может создавать Эффект Зашумления То есть Эффект Неоднородности Перехода Этих цветов Он задается Параметром Amount Если его Начать Увеличивать Посмотрите Вот у нас Изображение Здесь вот Появляется Как раз Это Изменение Вот Amount Задает Его силу Параметр Size Задает Его размер То есть Например Уменьшая Его Там Можно Делать Очень Мелким Соответственно Вот Как будет Выглядеть Наше Изображение Дальше Есть еще Разные Способы Настройки Типы Шума Могут Быть Разные Regular Это Обычный Шум Фрактальный Более Мелкий Либо Турбулентный Рисунок Этого Шума Немножко Может Меняться Вот Таким Вот Образом Не Сложная Карта Но Тоже Довольно Так Интересная Карта Градиент Давайте Дальше Пойдем Как ее Более Продвинутый Вариант Карта С названием Градиент Рамп Градиент Рамп Значит Данная Карта Уже Не имеет Ограничения По количеству Цветов Которые Вы будете Использовать То и тут Вам Обычная Градиент Полоска Где Вы можете Используя Вот эти Бегуночки Работать С цветами Система Здесь Очень Простая Эти Бегунки Смотрите Могут У нас Перемещаться Тем самым Они Показывают Положение Нашего Цвета Если Нужно Двойной Щелчок По ним Откроет Окошко С выбором Цвета Который Должен Данный Бегунок Передавать И мы Можем Более Детально Настроить Тот Результат Который Нам Нужно Если Мы Хотим Щелкнуть Где-нибудь По Свободному Пространству Мы Можем Добавлять Новые Бегунки И Соответственно Корректировать Задавать Их Так Как Нам Нужно Получать Тем самым Абсолютно Без Ограничений Нужные Формы Градиентов У Этой Карты Не Пугайтесь Появляются Вот Такие Большое Разных Нод Они Обозначают Положение Вот этих Бегунков То есть Сколько Бегунков Сколько Будет Управляющих Начин Если Они Не Нужны Опять Так же Как И в Материале Можно Спрятать Просто Напросто И все Тогда Будет Ображаться Только Лишь Карта Вот Если Они Не Нужны Какой То Из Них Не Нужен Например Мы Можем От него Избавиться Используя Контекстное Меню Первый На другой Мы Сейчас Этот Удалим Плюс В его Возможности Значительно Его Возможности Значительно Больше Расширяются Тем Что у него Список Типов Градиентов Значительно Больше То есть Линейный Только Один Например Тут Фоконер Четырехугольный Какой-то То есть По четырем Углам Тут Кстати Вот По миниатюре Будет Хорошо Видно Как Это Выглядит Вот Бокс Диагональный Лайтинг Привязанный К источнику Освещения В зависимости С того Как на него Попадает Свет Так и Будет Градиент Перестраиваться Линейный Этот Видели Уже Вот Там Мап Привязанный К текстурным Координатам По Нормали То есть Так как Нормаль Расположена На Объектах Так он Будет Выстраиваться И так Далее То есть Радиал Круговые Спиральные Ну В общем Огромное Количество Разных Есть Возможности Того Как Этот Градиент Будет Выглядеть Вот И С правой Стороны Интерполейшн Они Показывают Режим Смешивания То есть Линейный Это Обычный Переход Есть Например Там Более Плавное Начало Более Плавный Конец Градиента И Одно И второе Более Размыто То есть Разные Способы Того Как Солит Это Например Градиент Без Размытия Четко Определяющий И Внизу Точно Так же Есть Эффект Шума Который Можно Задавать Настраивать Для Получения Того Или Иного Результата Вот Такой Параметр Градиент Еще Одна Из Карт Которые Тоже Можно Использовать Так Значит Давайте Запишем Название Следующей Карты Мы Поговорим Тогда О ней Уже В следующий Раз Нам В принципе Не так Много Осталось Следующая Карта Которая Мы Скажем Это Карта С Таким Названием Noise Шум У нас Такой Был Модификатор Шум Который Помните Да Сегодня Даже Смотрели Искажает Объект Здесь Есть Похожая Карта С Названием Noise Шум Тоже Она Очень Интересную Фактуры Может Получать Вот Нам Останется Карту Noise Рассмотреть Также Скажем Еще Как Вариант 4-5 Карт Нам Еще Останется Разобрать В общем Познакомиться А дальше Мы Посмотрим Как Эти Карты Могут Взаимодействовать С Разными Каналами Материала Пока Мы Только Использовали Цвет И Больше Ничего Другого В скором Времени Мы Разберем Много Новых Каналов И Увидим Какие Совершенно Новые Иные Результаты Мы С